Три пары, три новые семьи, рука об руку, плечом к плечу, направились в первую очередь в центральную мечеть, чтобы с благословения имама, следуя пути славного пророка, мир ему, вступить на новый ответственный путь в своей жизни. Пусть забота и взаимопонимание, нежность витает в вашем браке. Имам своей молитвы попросил Господа даровать молодым парам благополучие и счастье и вручил им свидетельство о браке. Далее они направились в банкетный зал, где их ждали близкие, родственники и друзья. Бурные аплодисменты и свадебные нашиды сопровождали молодых внутри зала. Им преподнесли не мёд и халво, как полагается по обычаю, а самую лучшую воду на земле – зам-зам. Столы накрыли разнообразной едой. Известные исполнители нашидов порадовали гостей авторскими произведениями. Ведущий мероприятие произнёс слова приветствия и продоставил гостям возможность поздравить молодых. В первую очередь дали слово родителям и опекунам новобрачных. Я не знаю, что у нас есть бухтеатр, такой муки, до которого до всего, до больницы, до тех, до поликлиник, до духовного центра, до жизни молодых тоже. Свадьбу украсила и увлекательная викторина. Правильно ответившим на вопросы подготовили призы. Поддержать первую благотворительную свадьбу пришли представители министерств и ведомств республики, общественники и известные спортсмены. Это большая поддержка и для семьи, и для молодых. Поэтому я считаю, что это очень важная акция, её нужно продолжать и поддерживать. Здесь, насколько я знаю, соединяются узлы представителей разных национальностей. И поэтому я думаю, этот проект, он очень удачный и получит большое распространение в нашем многонациональном Дагестане. Я думаю, что кому-то это ещё понравится, и я думаю, возьмут пример с этого. Организаторы совместной свадьбы, а в их числе, прежде всего, благотворительный фонд «Инсан», отмечают, что провести торжество удалось за счёт меценатов, которые обратились в их организацию с предложением помочь нуждающимся молодым людям. И в свою очередь, организация такого мероприятия с участием нескольких пар молодожёнов, она может стать примером и для других меценатов, которые у себя на местах, и в сёлах, и в других городах, они могут брать под опеку малоимущих, нуждающихся таких же пар, которые не имеют возможности, чтобы организовать эти мероприятия и проводить такие мероприятия. Представители муфтиата отмечают, что подобные свадьбы помогут искоренить такие обычаи, которые оттягивают процесс бракосочетания из-за финансовых трудностей, и не только наносят моральный вред молодым людям, но и портят общественные нравы. Сыграть свадьбу можно скромно и попроще. Не нужно из-за отсутствия чего-либо затягивать и ждать, задержать свадьбу. Можно это делать попроще, по рекомендации пророка, и мы надеемся, что нас поддержат и примут насыщет пророка для нашей умы. Три молодые пары. Первые, кто проявив смелость, согласились принять участие в совместной свадьбе. Молодожёны не скрывают не только свои радости, но и смущения. Хотели, чтобы была баракатная свадьба. После банкетного зала молодые пары направились в духовный центр имени пророка Исы, мир ему. Здесь их встретили медом и халвой. Когда ваш муж рядом, не берите в руки телефон. И инстаграм, ватсап, телеграм, и всё это для вас, муж. А когда вы так будете вести себя, мужья тоже не будут сидеть в телефоне, на что в последнее время жалуются многие жены, и причиной семейного конфликта является телефон. Руководство центра преподнесло для новобрачных драгоценный подарок. Молодые люди вписали свои имена на камнях, которые возложат в стену крупной мечети, которая будет нести имя пророка Мухаммада, мир ему и благословения. Необычная свадьба завершилась памятным коллективным фото. Главный посыл уникального проекта прост. Скромная свадьба – это возможно. И подобные свадьбы с фондом Минсан будут организовываться и в дальнейшем.